Несколько общих слов. Основной целью лечения больных глаукома, как вы хорошо понимаете, это все-таки сохранение зрения на том уровне, на котором был поставлен диагноз глауком, при сохранении основных параметров качества жизни. И вот реализация этой большой, очень трудной и не всегда выполнимой задачи является реализация тех стратегических трендов, которые представлены на этой картинке. Но прежде всего совершенно очевидно, что каждый вновь выявленный больной глаукомой должен начинать лечение с назначением медикаментозной терапии глаукомы. И снижение внутриглазного давления, несмотря ни на какие определения глаукомы, данные во многих руководствах, все-таки снижение внутриглазного давления остается единственной реальной и эффективной целью реализации вот этой большой задачи. Необходимо также на старте лечения добиться максимального снижения внутриглазного давления от исходного уровня. И таким процентом считают 30-40% от исходного уровня. Это довольно большая задача, не всегда посильна, но к этому необходимо стремиться. А вообще-то речь идет о достижении индивидуального безопасного уровня внутриглазного давления. Ну и считается, что монотерапия – это самый предпочтительный вариант в лечении больных глаукомой, потому как он напрямую связан и с приверженностью больного лечению, и с комплайнсом. В противном случае больные не выполняют рекомендации врача. Но, с другой стороны, известно, что монотерапия далеко не всегда обеспечивает снижение и достижение безопасного уровня внутриглазного давления. И только лишь каждый третий больной может продолжать лечение медикаментозными средствами. Еще несколько статистических выкладок. В России зарегистрировано около полутора миллионов больных глаукомой. Примерно 500 тысяч больных еще не знают о своем заболевании. И это потенциальные больные, которым необходима гипотензивная терапия. Более 65% пациентов получают медикаментозную терапию. Плюс еще 15% приблизительно продолжают получать медикаментозную терапию после выполненных антиглукомных операций. В силу того, что операциям не было достигнуто достижения безопасного уровня внутриглазного давления. И это все достигается назначением большого числа препаратов. Я об этом уже говорил, Сергей Юрьевич. Я только напомню. Арсенал медикаментозных средств чрезвычайно широк и довольно представлен хорошо на фармакологическом рынке. Но обращу ваше внимание, что более 2-3 этих препаратов это дженерические препараты. И только 30% с небольшим процентом это оригинальные препараты. Хорошо или это плохо, это особый вопрос. И тема сегодня несколько другая. Но все-таки длительная терапия глаукомы, оказывается, имеет довольно существенные проблемы. Было бы, конечно, идеально назначить лекарства, обеспечив снижение внутриглазного давления и наблюдать больного в спокойной обстановке. Не получается. Существуют все-таки проблемы. Часть из них я обозначил на этой картинке. Прежде всего, это длительное сохранение гипотензивной эффективности. Мы хорошо знаем, что глаукома – это медленно прогрессирующее заболевание, и поэтому мы не вправе надеяться на то, что однажды, достигнув необходимого уровня внутриглазного давления, оно будет таковым и в последующие годы. Это системные и местные нежелательные явления, которые нередко вызывают те медикаментозные препараты, которые мы назначаем больным для снижения внутриглазного давления. Комплайнс – приверженность жизни, приверженность больного лечению и качество жизни. Очень важные аргументы, которые должны учитываться врачом при назначении адекватной терапии и мониторингов за этими больными. Индивидуальная фармакоэкономика тоже становится сейчас актуальным, когда, к большому сожалению, не все больные могут обеспечить себя необходимыми, иногда дорогостоящими медикаментозными препаратами для того, чтобы добиться снижения внутриглазного давления. И снижение эффективности антиглукомных операций. Это теперь становится тоже актуальным, и это связано, прежде всего, с отрицательным действием или токсическим действием консервантов, входящих в состав большинства глазных капель. Длительное сохранение гипотензивной эффективности. Чем она может быть достигнута? Она может быть достигнута эффективными препаратами, снижающими внутриглазного давления. Характеристию их дал Сергей Юрьевич сейчас, я вкратце лишь повторю. Наиболее эффективными и энергично снижающими внутриглазное давление являются аналоги простагландинов. Они снижают внутриглазное давление до 30%. Сейчас на рынке таких препаратов оригинальных три, и они, по сути дела, одинаковы в своей гипотензивной эффективности. Но я хочу обратить внимание на первый препарат, который был введен в нашу практику еще в 1996 году. Это более 20 лет. И тогда, через два года проведенные исследования, показали, насколько эффективен этот препарат в снижении внутриглазного давления. Дает довольно хорошее снижение на старте и поддерживает это внутриглазное давление длительное время. Но все должно подтверждаться длительностью наблюдения. И по прошествии более 15 лет были повторены вот эти исследования. И они также показали, что этот препарат, ставший уже эталонным, тоже обеспечивает снижение внутриглазного давления на длительные сроки. Но еще одно важное обстоятельство. Это не просто снижение внутриглазного давления, но и это снижение нивелирует суточные флюктуации офтальматонуса, что чрезвычайно важно. Потому что суточные колебания теперь рассматриваются как самостоятельный фактор риска развития глоукомы. Бета-адреноблокаторы тоже эффективны и экономически доступны. И они тоже неплохо снижают внутриглазное давление. Но часто из внимания врачей ускользает очень важное обстоятельство, которое не позволяет довольно часто использовать эту фармакологическую группу в длительной гипотензивной терапии глоукомы. Это привыкание. Оно может возникнуть через несколько недель, недель или через несколько месяцев после назначения бета-блокаторов. Естественно, гипотензивная эффективность этой фармакологической группы значительно снижается. Ингибиторы карбангидразы значительно уступают по гипотензивной эффективности, но они имеют ряд тех преимуществ, которые делают их тоже довольно привлекательными. Они обеспечивают большее снижение внутриглазного давления в ночное время. Толковых объяснений этому факту нет, но практика показывает, что это действительно так. Симпатами метики. Препараты, которые снижают внутриглазное давление, действуют и на продукцию камерной влаги и улучшают в начальных стадиях отток внутриглазной жидкости. Они тоже так же уступают по эффективности аналогам простагландинам и бета-блокаторам, но, как показывают исследования, они могут воздействовать, действовать как и нейропротекторы. В свое время мы провели исследования и получили доказательства того, что они действительно, симпатами метики альфа-2-агонисты, тоже эффективны, но они чаще всего эффективны на старте лечения, в том случае, когда больной начинает лечение с назначения препаратов этой фармагологической группы. Ну и естественно, в силу того, что все-таки большинство больных выявляются уже в продвинутых стадиях заболевания, а таких больных от 60 до 82%, рассчитывать на монотерапию как на самый удобный подход или тактику введения больных не приходится. Тогда рассматриваются фиксированные комбинированные формы, и стартовать лечение можно уже с назначения этих препаратов, потому как они в значительной степени будут обеспечивать снижение внутриглазного давления. Ну, на примере комбинации бемотопроста с темололом-малиатом показано, что они довольно эффективно снижают внутриглазное давление и обеспечивают довольно стойкий в течение дня снижение внутриглазного давления. И более того, даже при переводе с одного препарата на другой эти препараты оказываются эффективными, что доказывает их право на жизнь и достойное место в практике офтальмологов. Системные и системные нежелательные явления, которые могут быть вызваны назначенной медигментозной терапией. Их действительно немало. Если внимательно отслеживать, то можно перечислить довольно много тех или иных нежелательных явлений, которые встречаются при назначении тех или иных лекарственных препаратов. При анализе препаратов двух фармакологических групп аналогов простагландиновых бета-блокаторов показано, что все-таки опять-таки простагландины здесь имеют довольно более достойное место, потому как в меньшей степени вызывают нежелательные явления местного характера. Но и системные явления чаще всего присущи бета-блокаторам. И часть из этих системных побочных эффектов показана на этом слайде. И игнорировать этот факт ни в коем случае нельзя, потому как, не зная это или пренебрегая этим, вы можете вызвать у больных довольно серьезные системные осложнения, которые приведут не только к прогрессированию глоукомы, потому что больной откажется от выполнения вашей рекомендации, но и довольно большие проблемы системного характера. Довольно существенным побочным эффектом от применения большинства лекарственных препаратов является развитие синдрома сухого глаза. Не считайте, что только консерванты повинны в развитии синдрома сухого глаза, просто они ложатся уже на хорошо подготовленную почву. И можно перечислить три десятка причин, которые приводят к развитию синдрома сухого глаза, а препараты, содержащие консерванты, лишь усиливают это. И это тоже обстоятельство, нельзя забывать, потому что больные приходят к вам не с жалобами на суточные флюктуации внутриглазного давления или появление скотом второго порядка, они приходят с жалобами, которые характерны как раз для синдрома сухого глаза. И это напрямую мало относится к глоукоме, но игнорировать их нельзя, потому как развитие потом конъюнктивально-роговичного ксироза создает дополнительные проблемы, о которых я чуть скажу позже. Какое решение проблемы возможно в связи с этим нежелательным явлением длительной терапии глоукомы? Ну, прежде всего, естественно, это расширение показаний и применение препаратов, не содержащих консервантов. У нас их не так уж много, а если по-честному сказать, их три. Один из препаратов – это тимолол-пос без консерванта. И действительно, он оказывается в довольно выгодном положении по сравнению с другими бета-блокаторами. И по результатам исследования ленинградских офтальмологов по косвенным признакам, таким как потребность в любрикантах, свидетельствует о том, что тимолол-пос без консерванта в гораздо меньшей степени вызывает синдром сухого глаза. Аналог простаглодина – это флупрос, который не содержит консерванта, я о котором уже упоминал, доктор Петров, действительно в значительной степени уменьшает частоту тех жалоб, которые предъявляют больные, которые характерны для синдрома сухого глаза. Ну и естественно, если возникает такое состояние, как синдром сухого глаза, который безусловно требует не просто внимания, но и лечения, необходимо сопровождать эту терапию препаратами, которые могут нивелировать это побочное нежелательное явление. И среди этих препаратов, часть из них здесь перечислена, это консервантные препараты искусственной слезы. Их довольно много, и нужно выбрать тот единственный или несколько единственных препаратов, которые будут действительно реально помогать конкретному больному в конкретной клинической ситуации. И среди этих препаратов есть те, которые работают на основе гиалуронной кислоты, и они обладают довольно высоким терапевтическим эффектом. Прежде всего, гиалуроновая кислота обеспечивает довольно хороший терапевтический эффект. И вот система КАМОД, которая позволяет довольно рационально использовать препарат и делать использование этого препарата довольно удобным, в этом отношении оказывается выигрышным. Это доказывается еще и тем, что эти препараты не содержат консерванты и даже нет фосфатных буферов для сохранения терапевтической эффективности этих препаратов. Линейка препаратов системы КАМОД довольно хорошо представлена, и здесь вы видите процентное содержание гиалуроновой кислоты с разными наполнителями, которые обеспечивают довольно хороший терапевтический эффект. И такие препараты могут и должны назначаться в тех случаях, где есть уже клинические проявления синдрома сухого глаза, также и для профилактики его возникновения. Комплайнс и переверженность лечению и качеству жизни больных пациентов – это тоже проблема длительной терапии, гипотензивной терапии больных глаукомой. Хорошо известно, что более 66% больных не выполняют надлежащим образом назначение врача со всеми вытекающими отсюда последствиями. Поэтому и прогрессирует глаукома довольно часто, возникают другие проблемы, и задача врача заключается в том, чтобы суметь объяснить больному необходимость четкого и правильного выполнения тех рекомендаций, которые вы считаете правильными и нужными. А это напрямую связано как с длительностью терапии, так и с частотой инстилляции. Чем меньше инстилляций, тем больной будет более качественно выполнять ваше назначение. Но чем длительнее будет терапия, тем это будет все более как-то сказываться на качестве выполнения этих назначений и, безусловно, будет сказываться на качестве жизни. Очень важное замечание, которое было получено в результате обследования довольно большой группы пациентов, было подсчитано, что до 70% ослепших вследствие глаукомы не соблюдали режим. Поэтому обратите на это внимание и сделайте правильный вывод о необходимости донесения информации до больного, необходимости выполнения этих назначений. Индивидуальная фармакоэкономика, она тоже, к большому сожалению, становится сейчас довольно актуальной. Далеко не все больные могут приобретать дорогостоящие препараты и выбирают те, которые наиболее доступны. Но, к большому сожалению, не все доступные препараты оказываются эффективными. Если еще на это ложится недостаточно квалифицированный мониторинг за больными глаукомой с обеих сторон, со стороны врача или со стороны пациента, не проявляющего интерес к необходимости и важности контроля, это приводит к тому, что все-таки у больных довольно быстро и значительно прогрессирует глаукома. И что очень важно, ведь длительная терапия глаукомы, вольно-невольно, довольно нередко требует смены гипотензивного режима по вполне понятным причинам. Глаукома прогрессирует, одного препарата становится недостаточным, врач меняет на другой, более энергично действующий или заменяет в принципе терапию. И вот эта смена терапии, смена терапии необходимой при длительной терапии глаукомы оказывается довольно дорогостоящим мероприятием. В пять раз дороже, чем просто монотерапия одним препаратом. Ну и снижение эффективности антиглаукомных операций. В последнее время это стало большой проблемой. Мы нередко встречаемся с фактами, когда даже хорошо выполненная антиглаукомная операция в ближайшее время становится неэффективной. Именно поэтому сегодня был довольно аргументированный, представлен доклад о методиках профилактики лечения неэффективности антиглаукомных операций. Действительно это становится большой проблемой. И наиболее очевидной причиной снижения эффективности гипотензивной эффективности антиглаукомных операций мы считаем это токсическое действие консервантов в результате длительной медикаментозной терапии. Если больные получают довольно такую безобидную терапию, и она даже если не приводит к длительному снижению треглазного давления, выполненные операции дают довольно хороший и длительный эффект. По этим картинкам можно судить. Хорошо сформированные дренажные пути обеспечивают формирование разлитых фильтрационных подушек. Один только их вид свидетельствует о том, что отток внутриглазной жидкости обеспечен довольно устойчиво. И совсем другая картина появляется тогда, когда приходится оперировать больных с уже выраженными явлениями конъюнктивально-роговичного ксироза. И это безусловно сказывается на исходах операции. Вот приблизительно так выглядит картинка после операционного периода. Больных, которые длительно получали медикаментозную терапию, часто довольно необоснованно, и у которых развился этот синдром сухого глаза, который привел к изменению, морфологическим изменениям конъюнктивы. И это, в свою очередь, приводит к таким вот последствиям, довольно такому тяжелому послеоперационному течению с асептическим воспалительным процессом, который приводит к блокаде, к рубцовой блокаде, вновь созданных путей оттока. А для того, чтобы этого не было, нужно помнить о том, что все-таки назначение гипотензивной терапии должно преследовать кроме эффективности, как безусловного, события, и нужно оценивать с точки зрения безопасности. Это тоже очень важно. Длительная медикаментозная терапия может быть при определенных условиях, это и доступность лекарственных препаратов, их безусловная эффективность и возможность мониторинга. Кроме того, длительная медикаментозная терапия в продвинутых стадиях все-таки должна быть ограничена по времени. Это время ограничивается прежде всего тем, чтобы можно было достичь снижения внутриглазного давления и подготовить больного к выполнению антиглокомной операции. Мотивация здесь вполне очевидна. Это низкая комплоентность, реальность токсического действия консервантов и на ткани поверхности глаза при длительном лечении. И очень важно в случае неуспеха медикаментозной терапии не загружать больного дополнительным, иногда совершенно нереальным режимом, а обсуждать вопрос смены тактики лечения. Большое спасибо.